Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Все, кто смотрит, кто слушает телерадиоканал «Страна-ФМ», первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Программа «Лучшее в стране». Я Александра Хайрулина. Я очень рада, что ближайший час на своём будет посвящён настоящему искусству. У меня потрясающий гость. Друзья, встречайте, любите. Оперный певец, ведущий солист театра «Геликон-Опера» Дмитрий Янковский. Здравствуйте, дорогие друзья! Саша, спасибо большое, что пригласили меня сегодня к вам в студию. Очень приятно. Дин, спасибо и тебе большое, потому что понятно, что насыщенный твой график, очень помимо твоей непосредственной работы в театре «Геликон-Опера», есть ещё и собственные проекты, которые у тебя успешны. Об одном из которых мы, наверное, начнём прямо сейчас говорить. Это твой проект под названием «Неоклассик». Очень серьёзная такая цель у этого проекта стоит как-то, в общем, я думаю, привлечь наибольшее количество людей в оперу, тех, которые, может быть, не так близки. Правильно я всё понимаю? Да, абсолютно правильно. На самом деле у него есть несколько кардинально важных целей, которые мы преследуем. Одна из них, которую ты сейчас озвучил. Так, а ещё тогда какие цели? Ну смотри, первое, я как оперный певец, да, то есть я пою в оперном театре, и у меня есть двое детей. Прекрасно. Два мальчика, 8 и 15 лет. Когда вы всё успеваете, хочется спросить. Ну вот, выделяем время. Ясно. По графику шучу. Вот. У меня есть двое детей, которые развиваются, то есть сейчас вот занимаются, один занимается журналистикой, другой занимается музыкой. Я пытаюсь понять, как сделать так, чтобы наша молодёжь, мои дети, там, может быть, старшие... Их ровесники, разумеется. Их ровесники, да. Как сделать так, чтобы они развивались параллельно во всех, ну вот, то есть во всех направлениях. То есть они знали, вот, грубо говоря, что такое Скриликс, что такое Продиджи и что такое Шестакович. Как это правильно, Дим? Я прямо здесь тебя поддерживаю. Вот, потому что, то есть, мне кажется, зацикливаться на каком-то там, грубо говоря, слушать, читать только классику, слушать только оперную музыку, но это тоже можно свихнуться. Конечно, в мире столько интересного. Да, как сказал Волошин, да, наша земля настолько маленькая, что стыдно не побывать везде. Красавище, да. Вот, мне очень нравится эта фраза, я вот её к себе тоже применяю, что лично в своём проекте я преследую цель того, чтобы, грубо говоря, людям, которые боялись классической музыки, да, это может быть и молодёжь, и более старшее поколение... Или просто у них не было даже возможности... Или у них не было возможности понять, да, почувствовать, познать. Часто даже среда, которая нас окружает, она просто, ну, грубо говоря, ой, это что-то сложное, ой, мне не нравится, часто я сталкиваюсь... Для каких-то избранных, для каких-то абсолютно таких людей. А потом, когда человек попадает, грубо говоря, либо на спектакль, либо на какой-то концерт, он открывает для себя... Вот, ну, через мой проект, через проект Neoclassic, часто люди через узнавание знакомых мелодий и вот через некий такой интерактив, который происходит на концерте, они для себя открывают вообще вот это направление, и очень часто, что вот мне... А чего мне вдвойне приятно, что мне пишут люди, допустим, что я там никогда не был в оперном театре, но вот побывав на вашем концерте, я потом сходила к вам, там, скажем, на Кармен, послушала вас в роли там из Камильо, где вы поёте Туриадор, и вы знаете, я вообще поняла, что я так много в своей жизни пропускала, и я теперь и слушаю и такую музыку, и хожу к вам на концерты, и знаю, что такое, там, не знаю, Прокофьев. Дима, мы должны с тобой объяснить тогда ещё вот что, Neoclassic, это не просто арии какие-то, да? Это прежде всего известные всем уже песни современного, так скажем, времени, да? Нет, давайте я сразу расскажу, что в моём проекте Neoclassic я занимаюсь тем, что работаю в стиле, известном за рубежом, под названием Classical Crossover. Так. Это направление, оно активно движется в нашу сторону, мне приятно осознавать, что я один из первых людей, которые занимаются это в нашей стране, именно с вокальной точки зрения, потому что в инструментальной уже были корифеи, такие, скажем, как терем-квартет, который работает уже много-много лет в этом направлении. Я что делаю? Я соединяю несовместимые, то есть, либо я, допустим, беру классическую оперную арию, известную, и добавляю в неё современное звучание. Это одно направление, которое я делаю. Допустим, я взял иоланту, арию заклинателя и знахаря, волшебника Эбенхакия, и добавил в неё рок такой, она получилась как такая тяжёлая в стиле группы Металлика песня. Допустим, либо я беру обратный, я беру какой-то более современный какой-то хит, ну, либо не очень современный, там, скажем, группы Иванушки Интернешнл, Тучи, да. Здесь замечательный клип, да, на этой песне. Да, здесь замечательный клип, который мы снимали. Я добавляю в неё, наоборот, классическое звучание. Предположим, в данном случае я соединил это с Кармен, с темой Хабанера, Бизе. Вот, получился тоже, получился очень такой интересный синтез, как сказать, коктейль, ну вот, молотого такой. Вот, ну и людям это интересно, они как бы кайфуют от того, что какие-то произведения, которые они привыкли звучать, слушать в одном звучании, а для них открываются совершенно с другой стороны, и песня получается, получает вторую жизнь. Другую жизнь, другую, да. Другую жизнь, да. Какая конкретная песня ты выбираешь сам брать? То есть, да, и что ты будешь с ней делать потом будет? Вот, я ещё сейчас договорю, да. И есть третье направление, в котором мы работаем, их вообще четыре. Это стилизация. То есть я, допустим, беру какой-то тоже известный хит, и делаю его, ну, предположим, вот мы брали песню группы «Руки вверх, лишь тебе мечта», вот, и сделали её в стиле барочной арии. Мы, кстати, сегодня посмотрим и послушаем, что из этого получилось. Да, вот, то есть мы перевели её на итальянский язык, у нас работает целая команда, то есть Кристина Баковина перевела текст на итальянский язык, саунд-продюсер проекта стилизовал, сделал аранжировку, как барочная такая вот ария, получилась очень красиво. Кстати, сами композиторы и авторы вот этих произведений, сам Сергей Жуков, Стас Михайлов, с которым мы, как бы, тоже сотрудничали, Игорь Матвиенко, многие-многие первоисточники, откуда мы брали, грубо говоря, вдохновление, вот, они в курсе моего проекта, и многие, как бы, просят. То есть мы дошли до такого, как бы, уровня, когда люди понимают, что, слушайте, тебя ещё Янковский не исполнял, ну ты вообще даёшь. Да, ты ещё не можешь называться великим артистом. Да, это здорово, что пошёл такой некий фан, что если тебя не перепел, перепели неоклассик, значит, то есть тебе ещё есть к чему стремиться. Действительно, мы выбираем какие-то произведения, которые на слуху, которые было бы интересно исполнить под другим углом совершенно, допустим, как песню «ВВ Ленинград» Сергея Шнурова. Кстати, он тоже слышал наше исполнение. Я думаю, что он, Сергей, наверное, тоже оценил по достоинству. Да. Как человек, да, нам, да, разрешил исполнять. Тем более, да, я тоже питерский. Вот, и четвёртое, конечно, направление, к которому мы стремимся и идём семимильными шагами, это авторская песня. Вот, сегодня тоже мы, наверное, одно услышим. Это моя песня «Верю», которую я написал совместно с Юрием Фёдоровым и слова Светланы Рязанцевой. Хорошо. Дмитрий Янковский, друзья, у нас сегодня в гостях. Мы говорим о проекте «Дима Нео Классик». Вообще же Дмитрий известный оперный певец, ведущий салис театра «Геликон Оперы», гастролирующий по всему миру. И недавно мы его с вами видели, кстати, на Центральном канале, но об этом тоже потом поговорим. Дим, я предлагаю просто, чтобы все сейчас уже наконец-то послушали, да что ж такое «Нео Классик». Да, давайте посмотрим. Но это только одна грань. И что это будет? Это будет всем хорошо известная песня «Сторона подпевай», «Мороз». И, конечно, смотри и слушай. Дмитрий Янковский в программе «Лучшее в стране». Ура! Не морозь меня, моего коня, моего коня Белогрибова, моего коня Белогрибова. У меня жена, ой, ревни моя. У меня жена, ой, красавица, Ждет меня домой, ждет печальница. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Янковский в стране Моего коня Белогрибова. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Программа продолжается, друзья. Сегодня в программе «В лучшей стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ» оперный певец и ведущий солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский. Дим, привет еще раз. Здравствуй, Саша, еще раз. Посмотрели мы вот концертное выступление песни «Мороз». Есть клип потрясающий в интернете на эту песню, поэтому всех обязательно отправляю. Это лицезреть. Дим, «Neo Classic» — это самый замечательный проект, который, кстати, по-моему, поправь, если я не ошибаюсь, у тебя с 2013 года. 2013 год, да, презентация состоялась. То есть прям юбилей будет в следующем году уже. Презентация состоялась в Санкт-Петербурге на сцене, кстати, моего родного театра «Зазеркали». Вот это было первое исполнение, когда мы попробовали что-то сделать. И сейчас это разрослось уже в такой масштабный проект, в котором мы выступаем с симфоническим оркестром. Кстати, вот концерт последний был у меня буквально пару дней назад. Прям недавно совсем, да. Да, у меня был 18 ноября в Санкт-Петербурге в зале «Колизей» был полный аншлаг. Вот, 700 мест. Люди сказали, хотим еще. Вот сейчас будем думать, как бы еще организовать в Питере, потому что в Москве ближайший будет 10 марта. Специально для вас. Ну ты обязательно придешь к нам еще перед своим мартовским концертом и подробно-то все расскажешь. Я с удовольствием приду к вам. Я хотела у тебя вот что еще спросить. Когда ты начинал этот свой проект, для тебя были какие-то примеры? Конечно. Да, на международной арене? Конечно, конечно. На самом деле у меня перед тем, как вообще я пришел к идее создания собственного проекта и вот названия «Neo Classic», да, я созревал, так сказать. У меня был проект «Новые голоса», я участвовал в проекте «Виво». Потом мне пришла идея в голову создать свой собственный проект наподобие «Ильдивы», то есть вот четыре оперных молодых человека, которые будут исполнять и работать в жанре «Classicал Круссоуэр». Вот. Ну а один раз, пообщавшись со своими там коллегами и со своим адвокатом и юристом, Наталья Корнеева, которая послушала все, что я рассказывал, она говорит, слушай, а зачем тебе вообще кто-то? Вот она говорит, слушай, может быть, ты просто... Такая молодец, правда. Да, нет, мы ехали в машине, причем, да, она говорит, слушай, ты так все классно говоришь, а зачем тебе вообще еще трое человек? Ты все же это можешь сделать сам. Я такой, да, действительно, а зачем мне вообще еще кто-то приехал к своей жене, вот, Машеньке? А чем у тебя супруга занимается? Я хочу, да, сейчас о ней отдельно рассказать. На самом деле это большая редкость, когда, как бы, жена полностью, на мой взгляд, в наше время, жена растворилась в муже. Посветила. Посветила, да, она у меня тоже актриса, но мы как-то вот так вот сели, подумали и решили, что она будет моим директором. И музой. Музой, моим пиарщиком, женой, матерью моих детей. Вот, то есть, и у нас такой инь и янь, и мы вот друг друга поддерживаем во всем. 24 часа в сутки работаем, знаете, вот это как... Молодцы, просто молодцы. Знаете, это такая вот... Многие вот мои, там, родственники, там, друзья, они вот не понимают, мы приходим... Как вы не устаете, да, говорят. Вот, то есть, для многих, там, да, вот, пятидневка, после шести вечера мы не говорим о работе. А мы говорим о работе все время, потому что это наш третий ребенок, вот, который мы всеми силами как-то пытаемся сделать, чтобы он нравился всем. Во-первых, он нам очень нравится, и поэтому большие отзывы прекрасные, после концертов, после, там, клипов, что люди говорят, слушайте, вот, первый раз мы пришли на концерт, и все сделано для людей. То есть, вот, все как-то сделано так, чтобы люди получали удовольствие. Обычно мы приходим на концерты, и вот у нас такое ощущение, что мы такие ходячие кошельки. Да, лишь бы у нас деньги снять. Да, типа, знаете, тут мороженое, тут мы продаем, тут у нас водичка, еще, еще, еще три рубля, за парковку, пожалуйста, заплатите. То есть, а мы как бы стараемся сделать максимально, чтобы люди получали, уходили с каким-то, вот знаете, вот, когда человек уходит после какого-то фильма или после концерта, и он не просто радостный, или он не просто грустный, а он начинает думать. и у него такое вот, ему что-то хочется сделать, что-то поменять, на что-то взглянуть по-другому. И вот это, мне кажется, самая главная задача вообще публичной личности, то есть, нести какую-то идею. То есть, и каждый открывает для себя что-то новое после наших выступлений и после нашего творчества. Это очень приятно. И самое главное, что мы находимся в этом процессе. То есть, вот этот круговорот обмена энергии и информации на наших выступлениях, концертах, и вообще, я со всеми лично общаюсь в соцсетях, пока у меня есть такая возможность. Это позволяет создавать что-то действительно интересное. То есть, интерактив такой полностью вживую. Это тоже сейчас очень важно, и уже на многих не удовлетворит отсутствие подобного. Дим, кто же все-таки был для тебя ориентиром? Есть эти имена? Вот, ориентир, да, извините, я могу просто улетать сразу, да, с темы на тему. Ориентир для меня в моем проекте, это был Александр Сафина, Бачелли, Лара Фабиан, группа Эль Дива, Эль Вола, Тучелос, Сара Брайтман и так далее. Почему? Ну, наверное, самый такой вот яркий пример, это, допустим, группа Эль Дива. Я взял за образ такой, да, то есть, с чего они начались? В 2003 году они выстрелили с песней «Регресс Амия», на самом деле оригинал, это была песня группы, ой, группы, певицы Тони Брэкстон, «One Break My Heart», которую мы знаем, там «One Break My Heart». Они спели «Регресс Амия», «Киэре Мэй Отрадэ», «Борай долор, кьялирте Мэдьё». Ну вот я вижу вот как бы эту реакцию, которая у вас сейчас происходит. Она правильная. Она правильная реакция. И такая происходит реакция у всех. И давай мы сейчас вызовем реакцию, я прошу тебя прощения, потому что просто у нас немножко здесь нужно по времени. Ага, давайте, давайте. Мы сейчас как раз запускаем композицию и клип под названием «Лишь и тебе мечтаю». Ой, давайте, давайте. Это первый клип, кстати. Да, это как раз, как раз, как раз, как раз что? Группа «Руки вверх». Да, Сергей Жуков. Друзья, есть возможность сравнить. А главное, смотрите, потому что это потрясающей красоты и видео в том числе. Группа «Руки вверх». 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 Мягкий шелк России Не напомнит нежность Руки твоей мне не спить опять, В эту ночь могу я лишь мечтать о... Я без тебя не живу, не пою, Лишь о тебе мечтаю. Только сейчас начал я понимать, Как мне тебя не хватает. Я не хочу, чтобы видела ты, Как я тихонько плачу. Губы твои вытрут слёзы мои, Я не в ногу и ночи... Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Продолжается наша программа, друзья. Сегодня у меня замечательный гость, Дмитрий Янковский, Оперный певец, ведущий солист театра «Геликон Опера». Мы говорим, пока ещё продолжаем говорить о проекте Дмитрия «Neo Classic». Смотрим клипы, слушаем песни, узнаём поподробнее, да, что же это такое. И я уверена, Дим, что многие для себя вот сегодня тоже открывают именно оперные исполнения в каком-то таком особом ключе. Очень хочется, во всяком случае, на это надеяться. На сегодняшний день ты вообще хоть примерно подсчитываешь, сколько у проекта «Neo Classic» произведений, блоков, там, вот этих вот, не знаю, как правильно сказать. Ну, и не очень я понял вопрос, но, допустим, в концертный проект... Нет, потому что, например, мы уже понимаем, что здесь народная песня, да, какие-то, включая там «Мороз, мороз», народные, таклёрные, да. А есть там попсовые вещи, включая там тучи Иванушек, да. Я, на самом деле, вообще не зацикливаюсь. Да? Ну, то есть если вот то, о чём ты говоришь, переделать как вопрос... Да уж помоги, пожалуйста. Какие, грубо говоря, стили, с какими я работаю. То есть это абсолютно вот мне приходит... Вот сегодня буквально с утра я поздравлял своего брата с днём рождения, и мы с ним абсолютно полярные люди. И он у меня более такой, как сказать, технического склада ума. Вот он менеджер, там, высшая математика у него, всё такое. Я более творческий такой, с его слов такой, как бы разгильдяй, который вроде там типа, а работать ты когда будешь там, да? Поёшь, поёшь. И я вот ему говорю, слушай, знаешь, он был у меня на концерте, мол, он очень понравился. Я говорю, ты знаешь, в чём кайф? Кайф в том, что у меня нет ни продюсеров, ни каких там инвесторов, которые бы мне... Я всё делаю сам со своей женой и со своими там командой, ребят. Вот я говорю, кайф в том, что мы, допустим, берём то, что нам нравится, и переделываем то, что нам нравится, поём то, что нам нравится, и самое классное, что это нравится другим. Вот, допустим, едем мы в машине, Москва, Санкт-Петербург, домой с детьми. Я говорю, Фёдор, старшему сыну, говорю, поставь, что сейчас слушает молодёжь. Так. Вот, он мне ставит скрилекса. Это адский вообще такой этот даб-степ. Вот такой просто, ну просто кишковыворачивающая музыка. Я говорю, слушайте, как здорово. Я говорю, я обязательно что-то должен сделать на это. Вот, и я делаю песню, которую вот я как раз презентовал на концерте в Санкт-Петербург, в Колизее, это была песня «Эхукнем». О, я хочу послушать это. Да, но это есть в интернете, можете забрать, Дмитрий Янковский «Эхукнем». Это очень круто. Буквально, я думаю, до декабря должен выйти клип, мы сейчас снимали. Это тоже будет полное, ну полное мясо. Прямо так сказать. Ну, вот видишь, да. Ну, допустим, да, шла жена по улице, услышала, как поют группу кино «Песни перемен». Она говорит, слушай, там такая энергетика, давай это что-то. А ему вот нам приходит идея, а давай это совместим с Прокофиум с темой «Рыцарей» и «Монтеки и Капулетти», то есть, да, «Ромео и Джульетта» балет. Вот, мы соединяем это с Прокофиум. Мы смотрим там выходной день «Игра престолов», слушаю саундтрек. Я говорю, слушай, а давай, я слышу, я говорю, что у меня родилась идея, что «Ой, Мороз» классно соединяется с «Игрой престолов». Я говорю, слушай, ну это же и леет мотив. То есть, мы когда что-то совмещаем, у нас нет такой задачи просто, о, давай вот это с этим слепим. Нет, то есть, всегда присутствует идея. Если мы, допустим, берем Губина, скажем… «Зима-холода», как раз мы сейчас будем смотреть и слушать. Я просто вот подумал, Андрей Губин – известный исполнитель, и у него прекрасные песни хитовые, которые все пели в свое время, подпевали и до сих пор поют. Вот, я подумал, вот с чем вы его совместите? И мне пришло в голову, почему бы мне совместить это со «Сверидом» и с темой «Метелью». И там еще много-много разных других композиторов. Но все это как бы объединено мыслью, что зима, метель, зима-холода, за стеной скоро встретимся с тобой. Вот, и мне кажется, что именно вот в таких соединениях есть, как правильно отметил Александр Борисович Горадский на шоу «Голос», что в этом есть очень такой интеллектуальный юмор для людей. Им приятно, что из них не делают дураков, а наоборот им преподносит что-то такое, чтобы человек как бы ничего себе как они завернули. То есть вот это состояние очень приятно. Дим, ну раз уже заговорили мы с тобой про проект «Голос», про Александра Градского, наблюдали тебя, но недолго в проекте «Голос». Скажи, для тебя попадание туда вообще, что значит? Ну и в общем то, что не осталось дальше тоже. Ой, ну на самом деле я быстренько просто расскажу, что вы еще у нас... Я в принципе считаю, и вот если нас сейчас слушают какие-то там артисты, вокалисты, молодые или, допустим, которые что-то только начинают искать, я расскажу, что ходить по кастингам нужно всегда. Везде и сколько это возможно, потому что всегда есть возможность где-то выстрелить. Я на «Голос» ходил три раза. То есть три раза мне... Ну то есть вот на третий раз меня дали возможность показать свой проект. Причем в прошлый раз я пришел с песней «Белые розы». Показал, и они просто это не услышали. А в этот раз я пришел с песней «Памяти Каруза». И они сказали... Я уже часто рассказываю эту историю. Они сказали, Дмитрий, мы прекрасно знаем, что у вас хороший голос, исполните. А я говорю, в чем проблема? Они говорят, удивите нас. Я говорю, окей, я спою «Белые розы». Я спою «Белые розы». Они говорят, вот! Умеет же, может же! Я говорю, ну ничего, что я ее в прошлом году пил. Ну вот, в общем, я туда прошел. Лично для меня, я считаю, что такие проекты, как «Голос», это замечательный инструмент для людей, у которых есть уже какие-то наработки программы слушателей и так далее. Потому что это хорошо позволяет популяризировать среди массового зрителя какой-то свой продукт. Если у тебя, допустим, нет концертной программы или нет ни клипов, ни идей, ничего, ну вот он закончится и все, на этом все закончится. Да, таких историй тоже, к сожалению, масса. Да, ну то есть мне повезло, что часто задают вопрос, ну что у тебя теперь, наверное, звонят, заказов очень много. Я не скажу, что что-то изменилось, то есть кардинально, то есть ничего в этом плане не поменялось. Поменялось то, что там появилась подписка участник шоу «Голос», и люди, которые тебя уже знают, ходят на концерт и говорят, слушай, молодец, ты теперь еще и в голос. Мы так за тебя рады, Дима, молодец. Друзья, ну давайте мы теперь посмотрим и послушаем «Зима холодна», Дмитрий Янковский, проект «Нео Классик». Это как раз... Это новогодний подарок. Андрей Губин, новогодний подарок. Очень в тему актуально. Спасибо, Дима. Странные сны, незнакомые весны, вижу я, видишь ты, днем и ночью опять. Встретились мы посредине зимы, но друг друга с тобой не могли не узнать. Холод ночей, одиночество дней, все забыто давно, не ушло в никуда. Будет вдвоем нам намного теплей, даже если опять с окном холода. Все, что было, прошло, снегом следы навсегда замело. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто изо льда. Но скоро весна, снег растает и тогда за белой стеной останемся с тобой. Ветер твой заметает следы, но не спрячешься ты в этом замке пусть. Слышишь шаги, это поступь весны, это значит, что скоро мы будем вдвоем. Ветер бьется в окно, где мы теперь, не узнает никто. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто изо льда. Но скоро весна, снег растает и тогда за белой стеной останемся с тобой. Зима, холода, одинокие дома. Моря, моря, города, все как будто изо льда. Но скоро весна, снег растает и тогда за белой стеной мы останемся с тобой. Где мы теперь, не узнает никто. Лучшее в стране. Друзья, Дмитрий Янковский сегодня у меня в гостях оперный певец, ведущий солист театра «Геликон опера». Говорим о проекте Дмитрия «Неоклассик». Ну и, в общем, знакомим вас, конечно, с маленькой долей совсем, наверное, репертуара. Да, так мало времени. Вот посмотрели только что. Комментарий Андрея Губина есть у тебя по этому поводу? Нет, комментарий Андрея Губина нет, к сожалению. Я был бы очень рад, если бы мы с ним пообщались. Я думаю, что оно должно понравиться, потому что мы подошли очень трепетно к подбору самой обработки и замесел. Мне кажется, мы его немножко просто еще более раскрыли, потому что мы добавили туда лейтмотив Сверидова, метель. Вот, и образы наши такие новогодние. Оно придало такое, ну, с одной стороны, няшность такую и домашнюю обстановку, вязаные носочки. Дим, «Неоклассик» — это же не только оперное исполнение и необычный какой-то взгляд на уже известное произведение. Это же вообще соединение, насколько я понимаю, нескольких видов искусства, включая танец, включая даже живопись. Вот здесь расскажи нам, пожалуйста, что ты думаешь? Давайте тогда просто… У нас есть логотип, у нас есть дизайнеры, которые создают полностью образ наш. У нас есть саунд-продюсер, у нас есть Александр Вахтер, наш прекрасный балетмейстер, который ставит хореографические номера. У нас есть команда световиков, звуковиков и так далее. Это все люди, которые создают целый этот проект. Что такое вообще «Неоклассик»? В переводе это «Новая классика». В логотипе у нас три цвета — белый, черный и зеленый. Это значит, что белый-черный — это классика. Зеленый — это рождение чего-то нового, зеленого, как травка. Жизнь, да. Вот. В самом логотипе, вот если вы посмотрите на наш, да, у нас как бы планета. Планета, и в ней слово «Неоклассик» — это рождение новой звезды. Ну, грубо говоря, да, но это не я звезды, а звезды как явление… В искусстве вообще, да? Да, в искусстве. Я очень часто говорю, да, допустим, «Малевич». То есть, да, вот если представить такую историю, представьте, вот черный… Вы видите черный экран? И мы пишем. Сначала не было ничего. Там, да, камера отъезжает. Потом это стало классикой. Мы понимаем, что это квадрат «Малевича». А потом появляется надпись на этом квадрате «Неоклассик». Теперь это новая классика. Так. Вот. И дай бог, что наш проект, он через несколько лет будут говорить, ну… То есть, вот что там новое, новое… Ну, это уже так, это как «Неоклассик». Вы делаете что-то подобное. Ну, значит, так и будет, да, конечно. По поводу… Хореография неотъемлемая часть, да? Неотъемлемая часть хореография. Мы используем в наших клипах, вот… Каких-то там, да, ну, сейчас не видели, в других клипах… А мы посмотрим «Верю», там, по-моему, есть… А нет, «Верю» нет. У хореографии есть других клип. Вот. На концертах мы используем пластические решения. Сейчас у нас шикарная идея совместить наших художников с балетом. И все это с видеочастием. То есть, идет концерт, оркестр, сзади… Ну, как-то мы выделим холст в виде экрана, на котором будут в режиме онлайн-времени… Допустим, у нас есть шаблон скамейка и фонарь, да? Ну, предположим, это в порядке бреда так, да? Художник рисует, как, знаете, рисование на песку. Да, да, да. Выходят танцоры, садятся, имитируя на эту лавочку, и начинаются песни, и она начинает рисовать тут же. Дождь. Люди начинают это отыгрывать. То есть, это все элемент шоу. И я думаю, что это будет и визуально интересно. Ну, это все только, конечно, усиливает… Только усиливает… Почему я привлекаю в свой проект талантливых людей из разных видов искусства? То есть, живопись, танец, может быть, там будет дальше и скульптура и так далее. Вообще, у нас есть целая идея сделать некий фестиваль по привлечению людей, которые бы хотели работать на стыке жанров. То есть, у них… Это обязательно… Какое у нас… Чтобы попасть в проект, должно быть обязательно… А. Это у них должно быть классическое… Музыкальное образование. Либо музыкальное, либо хорографическое, либо художественное. То есть, вы должны быть профессионалы. То есть, вы профессионалы, и когда ты профессионал, грубо говоря, ты профессиональный балетный танцор, то тебе ничего не стоит сделать там, волну или брэк, или еще что-нибудь там, да. Если ты профессиональный художник, то ты 100% сможешь нарисовать что-то там, грубо говоря, там, да, получить азы баллончика и нарисовать картину баллончика. Конечно. Вот вряд ли, если ты рисуешь баллончиком, ты возьмешь кисть и нарисуешь Малевича или Айвазовского, да. Вот. Или также вряд ли человек, который занимается эстрадным пением, выйдет и споет оперную арию. А если человек занимается классическим вокалом, то он может спеть рэп, как я это делаю, кстати, в мюзикле «Привидение». Тим, да, я как раз хотела у тебя вот что спросить. Где сегодня тебя могут поклонники наблюдать? Сегодня я в данный момент в своей жизни заключил контракт с компанией «Стейдж Интертеймент». Я работаю в мюзикле «Привидение». У меня 29 спектаклей в месяц, так что, в принципе, я думаю, что попадете. Вот. Я из 34 спектаклей, которым месяц идут, в 29 я участвую. Играю там очень интересную роль «Привидение подземки». Я там читаю рэп. Абсолютно для меня новая стезя. И особенно приятно, что на кастинг приходили настоящие рэперы, которые читали. Но они прошли. Но они прошли. И мне, как оперному певцу, очень приятно, что я как бы раскрываюсь здесь в новой роли. И это приятно даже, что это идет как бы в некой параллели с тем, чем я занимаюсь в проекте «Neo Classic». Запускаем клипы и песню «Верю», друзья, Дмитрий Янковский. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Слушайте с удовольствием. Вот буквально прям 15 секунд, Дим, что-то скажем про эту композицию? Эту песню я посвятил своей любимой жене. Это первая моя авторская песня. Гимн любви всех людей на планете. Слушайте и верьте. Этен день украдкой унес мгновенья. Этен день украдкой унес минуты счастья. Этен день украдкой принес мне прозренье. Это жизнь и любовь и судьба. Ты одна. Верю, даже в жизни другой Мы столкнемся с уймой Будешь рядом со мной Каждый день отдам я затем мгновенья Каждый день отдам я за те минуты счастья Каждый день смело отдам без сомнения За любовь, за счастье твое За тебя Верю Верю Буду рядом со мной Субтитры создавал DimaTorzok Не верить А ты Обещаю Субтитры создавал DimaTorzok Лучшее в стране На телерадиоканале Страна В общем, что делается, друзья Время, как всегда, летит очень-очень быстро А у меня в гостях сегодня Дмитрий Янковский Оперный певец И ведущий солист Театра Геликонопера Потрясающий проект У Дмитрия неоклассик Совершенно не хочется тебя отпускать куда-то Мне совершенно не хочется уходить Значит, что да Мы обязательно назначим встречу Еще не одну И обязательно ждем тебя, конечно В гости в программу Концертный зал Тем более Знаем, что ты можешь к нам прийти не один А даже со скрипичным квартетом Со струнным Со струнным, да Что это будет? Боже мой Дим, давай твоих поклонников Порадуем информацией Где они тебя могут в ближайшее время Еще на сольных твоих концертах Помимо мюзикла-привидения Ну, по поводу моих сольных концертов Сейчас идут очень много предложений Давайте официально Да, конечно 1 марта состоится концерт в Калининграде 10 марта состоится сольный концерт в Градский холл в Москве Так 31 марта состоится концерт с программой Неопера в городе Ульяновск Вот Ну, это пока официальное Так еще все будет у меня на сайте в разделе афиши NaoClassic.pro Ну, а подожди, а за границей? А, ну конечно, за границей Дорогие друзья, те, кто в феврале соберется поехать в Таиланд А их очень много этих товарищей А этих людей очень много Да То у меня будут концерты на острове Пхукет Гастроли вообще намечены с 7 февраля по 18 февраля Точно будет концерт, скорее всего, на день всех влюбленных 14 февраля Пхукет Следите за информацией у меня на сайте или в соцсетях Я напишу, где будет точно Дима, огромное количество сообщений приходит от твоих поклонников со всего мира, со всей страны Здорово Ради бога, не обижайтесь Друзья, видите, время быстро пролетело, толком не успели В общем, ну, каратенечко прям, хотя бы парочку Давайте, давайте Алиса пишет Дмитрий, какой из образов ваш любимый? Где? Образов Не знаю Мне, если говорить про оперу, то мне нравятся драматические роли, ну и вообще на сцене театра А в своем проекте мне именно и нравится то, что я за время концерта, за время выступления меняю очень много образов Татьяна интересуется... Татьяна, дорогая, где же ты? Вот... Кто для вас главный критик в работе? Моя жена Или насколько самокритичен? Что прям может сказать, видимо, это не то Да, моя жена, я полностью доверяю Она имеет право, да, потому что, конечно И это лучший критик в моей жизни Так, расскажите, мюзикл и приведение, насколько сложный жанр мюзикл? Не сложнее ли он остальных? Это Наталья спрашивает Мюзикл действительно сложный жанр из-за того, что артист там должен быть, обладать, ну, как бы... В нашей профессии называется синтетический артист, танец, вокал, актерское мастерство Поэтому он действительно отличается от всех других жанров А из Калуги сообщения от Оксаны бывают ли разногласия в вашем творческом коллективе? Конечно Ссоритесь ли вы супругой? Нет, ну, правильно, наверное, сказать, не ссоримся Мы, скорее, часто спорим И в нашем споре рождается истина Вот, замечательный ответ совершенно Так, что еще здесь я вижу? Большущий привет тебе от Виктории Восхищается голосом Спасибо большое И попросите, пожалуйста, Александра Дмитрия, если можно что-нибудь исполнить Еще хотя бы кусочек и буквально фрагмент Хорошо Можем порадовать, да? Музыка Музыка Белые розы Браво! Спасибо Слушай, ну я слышала эту версию в исполнении даже Михаила Шахутинского Хотя всем другое А вот теперь еще и твое исполнение Спасибо Спасибо огромное Две минуточки у нас остается Дорогой Дмитрий Выбрал ты, конечно, такую миссию для себя очень серьезную Большая радость, что она тебе приносит удовольствие самому Я, конечно, хочу тебе сказать огромное спасибо Спасибо Опер за твой талант За твой пример замечательный За пример вашей супругой Как семьи То есть во многом, во многом Я думаю, что Можно многим нашим гражданам Поучиться у вас Вот Ну и, конечно, огромное спасибо за продвижение этой потрясающей оперы Этого искусства, жанра в массы Да, это важно Ну скажи, пожалуйста Вот совсем коротенечко А ты-то полюбил оперу когда? Сложно Ты же, как же брат, у тебя он технарь Да, на самом деле Это, да, отдельная история, как я вообще стал заниматься оперным вокалом И когда я ходил на частные уроки В это время мои друзья ждали меня там, не знаю, со скейтами во дворе Ну конечно И я не говорил, что я занимаюсь оперой Это было для меня немножко стыдно Но когда у меня начались какие-то успехи То тебе нравилось самому? Или все-таки это... Мне нравилось, потому что когда я ходил на уроки частные То, допустим, первое, от чего я начал обалдеть Это то, что, допустим, сначала зазвенела дека Резонировал от голоса Потом стекла Потом стены Как бы от голоса начали резонировать И я, как любой ребенок Любой человек, который всегда хотел обладать каким-нибудь Особенным, да? Там проходить сквозь стены И там, чтобы из руки огонь был Вот Я понял, что у меня есть какая-то такая штука Которая отличает меня от всех остальных Вот И тогда я сказал Да, я занимаюсь оперой Смотри, как я могу И все И все Это было как бы... Ну это было очень сильное отличие Это было классно Но ты бы хотел, чтобы вот твой младший сын Который занимается музыкой Пошел по твоим стопам Я хотел бы, чтобы все люди на земле Связывали свою жизнь с искусством Потому что это рождает безграничное творчество Безграничную любовь вообще к жизни Дмитрий Янковский Спасибо большое, Дима Все, финал программы Программа «Лучшая страна» До встречи Целую вас До свидания